Закончил строить короб. Если есть желание, чтобы я рассказал вам о своей машине, ребята, поставьте 100 лайков, поддержите лайками. В принципе, у меня все. Хай, пацаны! Всем, блядь, любителям автозвука. Пока в России все чаще и чаще и больше и больше появляется народу, кто занимается правильным более-менее автозвуком. Ну и антиавтозвука тоже куча. Ну и как было раньше. Но с каждым годом все больше людей, больше видео и масса информации для простых людей, для смертных, которые вот посмотрев видео могут что-то сделать сами. Снимайте видео, выкладывайте. Больше видео, больше информации. Когда что-то ищешь и хочешь сделать сам, находишь тебе приятно. Снимайте больше видео, выкладывайте в интернет то, что вы делаете. Ну вас, конечно, захейтят, бля, пиздец. Даже если вас захейтят, все равно снимайте. Больше информации, больше, не знаю, больше информации. Знаете, как легче что-то делать, когда ты хотя бы видишь примерно, как это делать. Так, а сегодня мы делаем короб для моего сабвуфера, для моего проекта, в мою машину. То, что вы там иногда смотрите, короче. Сегодня делаем короб под магнум пятнаху, магнум не альфард. Ну и, в принципе, все. Что нам для этого нужно? Во-первых, это, блядь, пиздец, как хорошее настроение, да по-любому. Хорошее настроение, во-первых. Во-вторых, хотя бы вот какая-то фигня, которая дует теплом, потому что... У нас сейчас что-то там в районе минус 10, жесть какая-то, весна вроде. Значит, всю зиму было тепло, сейчас дубак. Все тормозит, тормозится все дело из-за этого. Ну, в принципе, у меня уже все напилено. Я сам не пилил. Как бы у меня руки прямые, я пилить умею прямо. Но смысл, смысл пилить, блядь, ебать себе мозги, если можно просто приехать к мебельщику, нахуй, заказать у него распил, который он тебе сделает ровно там, буквально до миллиметров. Нежели ты сам будешь все это вымерять, что-то вычищать. Просто ему дал, 300 рублей заплатил, все, мебельщик тебе разрезал, все на станке как надо. И у него это за него несколько минут, он заработал. Вы не потратили своих сил и сэкономили время. Заплатили всего лишь 300 рублей. Так, что еще-то сказать? То, что у нас сегодня есть под рукой. Возьмите сок попить там, какой-нибудь добрый или злой. Возьмите сок попить, возьмите какую-нибудь пушечку. Нужен гаражик лучше. Ну, можно и дома, и один короб дома пилил, в принципе. Ну, там маленький был, тут тоже под пятнашку, посерьезней. Возьмите фанерку потолще, если есть деньги. Если нету там, возьмите потоньше. Так, что еще там? Сегодня у нас шуруповерта нету, но есть дрель. Тоже неплохо. Так, по малейку вам сегодня покажу, как запилить. Наглядно покажу. Там уж не серчайте, не написать там. Бля, это неправильно сделано. Я делаю для себя второй раз. Третий. Первый не считаю. Второй понравился мне, как сделал ровненько, четко. Ну, тоже этот мужик распиливал. И сейчас второй раз уже четкий будет, я уверен. Там я пользовался ПВА-клеем столярным. Здесь я взял просто герметик. Макрофлекс фирма. Ну, в принципе, все. Сейчас будем пилить. Так. А, еще забыл сказать. Короб будет на раскрытии. Так, что на двухсотом. Двухсотый раскрыт. Двухсотая труба с раскрылым. Короб под пятнашку. Три с половиной киловатта. Номинал. Надеюсь, будет играть нормально. На Синусе мне понравилось дома. Но на Синусе включил. Он просто так ходуном заходил. Это жесть. Ладно. Ждите включения. Сделал набросок. То есть, я еще ничего не скручивал. Сделал набросок. Так. Получается у нас все по фэншую. Итак. Надо тогда скрепить сейчас боковые. Нижнюю с боковыми и с передней стенкой пока. А можно с задней. То есть, у нас уже будет доступ. Останется только верхнюю крышку накрыть. Накинуть и все. И, в принципе, короб готов. Так, саморезы 3,5х45. Вот, в принципе, первая сторона. А дальше сверлим и поехали дальше. А дальше. Поехали. Поехали. А дальше. Поехали. Поехали. Взяли днище. Прикрутили две боковины. И верхнюю крышку сейчас прикручиваю. Все смажем герметиком. Потом накинем первую лицевую сторону. Ну, первую крышку лицевую. Закрутим здесь, 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 здесь. А уже когда вторую накину, уже сам примерю. Приквачу ее с двух сторон. Уже когда сам будет опущен. И уже все остальное досверлю. А, блин, сверло короткое. А, и саморезы короткие. Так, что-то здесь я лоханулся. Короче, намерзло прикручиваем первую стенку. А вторую стенку прикручиваем к первой. Да и все. В принципе, вот так. Я додумал первую стенку накинуть, а второй дожать ее. Короче, первую стенку фигачим с сорок пятыми. Так. И все. А вторую просто к ней прикрепим. Так, сделаем. Все, поехали. А вторую стенку. Поехали затягивать. Да, весь в герметике измазался. Что за жопа водой жизни? Как дальше жить-то? Как жить-то? Кстати, кто круг видит, вообще четко сделан, вообще идеально. А вот тот так себе. Потому что тот круг я допиливал. Оба круга выпиливал, а сам туда не влезает. Вот в чем проблема-то. Надо было изначально брать чуть дальше черты. И тогда бы все ровно было. Ну, это вам. Мне-то уже так поздно исправлять. Я-то уже так поздно исправить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ну и конечно убираем излишки герметика кстати чего тут его на было промазывать просто есть накидываем наш сам вот так вот будет все это выглядеть сейчас останется все это прихватить еще прихватить и выровнять вот такой вот коробок карабас караба барабас карабас все герметиком герметик тут от души нормально так все промазано так че еще то надо из бумажки шпателек сделать в гаражике потеплело веселее стало намного сюда пилим все тут я уж не могу когда сюда заиграет заколебался пилить знаете чем как называть то чем студии отличаются от того что ты делаешь сам в студию ты приехал машину кинул ключи кинул все приехал послушал нормально сотку кинул трешку блять тут надо на эту сотку еще поработать конечно ту трубу обрезать или посмотреть как она с одной другой настройка какая будет окна потом не поменять будут заднюю стенку получается лучше последнюю сейчас короче тогда еще вверх накинем и в принципе доступ у нас будет так что заднюю стенку самым последним накинем нам еще на будут распорку сделать распорочку или распорку страна тогда лучше сейчас распорку снизу прикрутить только еще и сделайте как не реализовать так сад на здесь до распорку тогда сделаем здесь сейчас что-нибудь замутим так сломанная лопата возьмем черенок так сейчас опилю быстро черенок поверю черенок у нас получается вверх мисс а ну так замутил досочку нашел пильнул из двух штучек собрал поставлю ее на растяжку вот так может даже так чтобы трубу еще можно блок не при фигачить труба труба на другой раскрытик по идее надо прижать так прижимаем и примерно кстати чем раскрыв лучше чем фазоинвертор ну в смысле щелевой фазоинвертор чем труба разница во первых вы не ошибетесь с настройкой то есть если вы трубу подобрали немножко неправильно можно там короче чем короче труба тем ниже настройка щелевом все намного сложнее будет так что труба это вообще супер зачем раскрыв нужен чтобы уменьшить призвуки разные шумы и так короче отметил дырки просверлил сейчас в принципе просто прислоню ее и закручу и герметика еще добавлю и и и бля пацаны я долбоеб киздец ну как бы не совсем долбоеб у меня у мата хватило конечно засверлить всего два но суть в том что крышку до верхнюю не притяну прикол в чем так что сейчас два быстро откину кстати свернул головку уже надо прокручиваться стало так что не торопитесь не торопитесь и будет вам счастье сейчас сверху еще притянем в принципе вот почти короб готов видно сейчас будет уберу крышку вот здесь у нас здесь у нас распорка сейчас еще сверху не упаду она вообще крепкая получается она будет вверх и вниз держать по идее так сейчас намажу короче герметиком вот это место вот это и вот это и в принципе опять начну сверлить пилить сверлить и устанавливать пилить и и и и и и и и и так надеюсь он видно щель да но это сейчас притянется видно от сырости увело немного в принципе я тогда все собирал вроде все идеально ровно было видно сырость сырость так сейчас сверлим вперед потом сверлим жопу а потом все это засверливаем и в принципе практически короб готов еще эту стоечку подтянем как она стяжечку или как фу и понеслась дальше и центр фу эфф Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 О, 6 минут осталось Короче, сейчас быстро накидываю заднюю стенку Еще задней стенки нету Он просто лежит не до собраны Накидываю заднюю стенку Быстро Накидываю провода И попробуем по настройке Что у нас получилось Тридцать один Тридцать один Тридцать один Тридцать двадцать девять Тридцать два Тридцать три Тридцать три уже уверенно прыгает Значит настройка где-то на тридцать получается Тридцать Настройка на тридцать герц Выше не получится А ниже я не хочу Жесть короче Настройка короба тридцать герц Больно я думаю низковато даже двадцать девять Короче очень низко будет играть сап Вот как то так Так Урезать трубу нету смысла Добавлять некуда Будем надеяться на лучшее Ну 30 герц в принципе меня устраивает Если будет еще Куча ветра Так вообще будет классно Все вроде Вот такая вот Сборочка Получилась Ну давайте покажу Что тут есть Косяк вырисовал Косяк нарисовался в самом конце Итак Косяк нарисовался в самом конце Пока я собирал весь короб Все детали Я их подгонял Как бы они выходили Везде пиздец ровные Вообще идеально ровные Но вообще везде попадал Но в самом конце Вылезала просто задняя крышка Что у нее вот такой вот нахлест Ну как бы Вот такой вот видно да Миллиметров наверное три Ну как бы он снимется Ничего страшного Но на душе осадок А так в принципе короб Короб меня устраивает Делаем вставки Влезет он в машину или нет Как вам саб выглядит Ничего Так И вот так у нас труба Все в принципе Как вам подвес Шикарный Шикарный саб Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok